БААА Добро пожаловать дамы и господа! Страшно видео никуда не пропадали It's Basa В прошлый раз я вам говорил,что мы посмотрим следующий выпуск Life of Luxury там с какой то девушкой, но я немножко передумал И кое-что другое мы с вами посмотрим Тоже Life of Luxury, но она должна быть немножко страшнее, чем с той девочкой. Я так полагаю. Так что усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое. Я взял снова чипсики, но, к сожалению, у меня немного их осталось. Просто потому, что я их купил и решил попробовать, что же это такое. И меня так затянуло. Обалдеть. Обалдеть. Я думаю, этого нормально, все-таки это же не очень полезно. Не рекомендую это есть. Они с белыми грибами, это новый вкус, вообще обалдеть. Я обалдеть, я не могу остановиться. И обязательно ставьте лайк за 3 секунды, чтобы никакой монстр не пришел. Давай, 3, 2, 1, давай. Ты еще не поставил? Ты серьезно? Что, правда? Не надо. Ты правда думаешь, что он не придет? Я предупреждаю, 3, 2, 1. Ну же, давай. Это было близко. Фух. Иначе бы вы увидели вот это. Подписывайтесь на канал и жмите, как можете, или по колокольчику, чтобы ничего больше не пропускать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там тоже есть страшилки. Кутывайтесь пледиком. А он вам понадобится. Поехали. Мяу-мяу. Да. Это те самые пауки, которые у нас здесь есть. Таких пауков больше нигде не найдешь. А я арахнофоб. Я терпеть не могу, пауков. Он какой-то тяжелый. Пауки здесь. Зачем им цепь для паука? Я просто участвую. Цепь для паука? Да. О, братан. Я не хочу, чтобы это вышло наружу. Ничего себе, паучара! У меня ж мурашки по коже. Это ни за что не похоже на эти камни, братан. Я едва могу его поднять. Он выпрыгивает. Ёлки-палки. В чем дело, ребята? Добро пожаловать обратно в совершенно новый эпизод роскошной тьмы. Прежде чем начнется этот эпизод, давай послушаем пару слов от нашего спонсора Point Club. О, чувак. Мне снова нужны пенни на завтрак. Вы тоже кушаете монеты с молочком? Что ты делаешь? Для сегодняшнего эпизода Честер нашел этот новый веб-сайт в темной сети, где вы можете купить экзотических домашних животных. Он был очень рад заглянуть на этот сайт. А я не хотел этого делать из-за того, что случилось в прошлый раз. О, чувак. Что в прошлый раз случилось? Что это такое? Это прорвалось через окно. Что? Я думаю, что он прорвался прямо сюда. Мы-то не прорвали. Мы просто надеемся, что на этот раз все пройдет. Идет немного более гладко. Хорошо, давай сядем и проверим этот сайт. Хорошо, давай сядем и проверим этот сайт с экзотическими домашними животными. Вкуснее. Хорошо, значит, это сайт по продаже животных. Чувак, давай пойдем в секцию червей. Хорошо, ты можешь успокоиться. Мы можем просто посмотреть, что здесь. Первый. Хорошо, давай посмотрим на червей. Хорошо, так что в этом разделе, похоже, у нас есть червячки. Вы любите червячков? Мы могли бы положить это в ванну и наполнить ее грязью. Хорошо. Я имею в виду, давай посмотрим на других червей. Первый. Хорошо, подожди, подожди. Один. Второй здесь, потому что, похоже, на этом сайте тоже есть раздел с пауками. Теперь я думаю, что иметь паука было бы намного круче и намного класснее, чем иметь энергетического червя, тебе не кажется? Нет, пойдем. Нет, братан. Если ты хочешь получить боеприпасы с сайта, почему мы не можем получить то, что нам обоим понравится? Чувак, давай вернемся к червям. Почему ты хочешь вернуться к червям? Пойдем, пойдем в секцию пауков. Давай. Хорошо, в описании здесь сказано, что эти пауки будут заползать в твое сердце и гнездиться, давая тебе ощущение тепла и паралича, которые нельзя купить за деньги. Хорошо. О, потрясающее, потрясающее описание, прям так захотелось парочку взять. Чувак, это звучит неправильно. Хорошо, давай посмотрим на пауков здесь. Хорошо, значит, это те самые пауки, которые у нас здесь есть. У нас есть этот тощий паук, паук, поедающий свиней. О, вледнолицый паук и черный паук-голиаф. Братан, давай вернемся к червям. Чувак, ты боишься пауков или чего-то в этом роде. Короче, этот хочет червей, этот хочет пауков. Нет, просто они... А вы бы кого взяли? Если так подумаете, пишите, пожалуйста, в комментариях червей или пауков. Я взял бы червей. Не такие крутые. Я имею в виду, ты легко можешь найти червей снаружи. Братан, таких пауков, как этот, ты больше нигде не найдешь. А, это да. Давай прямо сейчас проверим черного паука Элиаса. Хорошо, здесь написано, что черный паук-голиаф, их самый большой паук. Это беременная самка, готовая отложить яйца. Держись подальше от маленьких детей, пожилых людей и домашних животных. Хорошо, я имею в виду, эта штука звучит для меня немного устрашающе. Да, чувак, тогда давай вернемся к червям. Чувак, я не знаю, почему ты так сильно хочешь учиться на этом сайте. У тебя уже есть черви. Это ферма по выращиванию червей. Это не то же самое, что многие любители могут назвать ими. Чего бы ты не хотел, братан? Помимо того, что это страшное видео, оно еще и противное. Давай просто поймаем паука. Все в порядке. Хорошо, ребята, поэтому мы просто заказали этого паука. По-видимому, эта штука весит почти 20 фунтов, что меня очень удивляет, потому что на картинке она не выглядит такой большой. Я не знаю, когда именно эта вещь будет доставлена, но там сказано, что в течение следующих нескольких дней и мы будем получать текстовые уведомления о том, когда она прибудет. Чувак, этому пауку лучше не трогать меня, иначе я сойду с ума. Ну, ты только что сказал, что не боишься пауков, так что я не знаю, почему это было бы проблемой, если бы оно хотело прикоснуться к тебе. Да, я не боюсь. Я просто не хочу, чтобы его волосатые руки касались меня. Это действительно звучит так, как будто ты боишься, братан. Я думаю, увидим, когда это произойдет. Верно. Хорошо, давай-давай закончим с этим. 20 фунтов я посмотрел, это 9 килограмм. Елки-палки. Я только что получил сообщение о том, что посылка прибыла. Хорошо, пойдем проверим дверь. Давай откроем дверь. Давай. Вот оно. Вот посылочка. Может нам принести зрелище. Посылочка. Я не знаю, чувак. Если вы понимаете, о чем я. У меня здесь есть цепочка. Хорошо, так что я думаю, что это довольно тяжело. Здесь пауки. Зачем им цепь для паука? Хорошо, первый из коробки. Он будет вырываться? Хорошо, так ты хочешь открыть эту штуку прямо сейчас? Или ты хочешь открыть ее наверху? Я думаю. Пойдем наверх. Хорошо, я думаю, я сниму эту штуку. Братан. Ты это видел? Братан, насколько сильна эта штука? Чувак, коробка только что сдвинулась. Теперь я понимаю, почему они надели туда цепь. О, я не знаю. Хорошо. О, так давай отнесем эту штуку наверх. О, чувак, я не хочу к этому прикасаться. Давай взглянем на эту штуку. Хорошо. Осторожно. Эта штука не ядовитая, не так ли? Да ладно. Я не знаю. Ты слышишь? Это царапает коробку. Ты думаешь, я смогу выбраться? Ну, я еще не вышел. Давай просто отнесем это наверх. Давай. Хорошо. Осторожнее. Все в порядке. Итак, у нас есть коробка прямо здесь. Мы попробуем открыть эту штуку и вытащить паука отсюда. Ты хоть представляешь, как мы снимем эту цепочку? У тебя есть, например, болторезы или что-то в этом роде. Зачем? Я же можно вот так вот сделать. У меня есть кусачки для ногтей. Хорошо. Зачем тебе кусачки для ногтей? Потому что на него есть досье. Братан. Братан, кусачки для ногтей не снимут эту цепочку. Да. Эта цепь сделана из стали. Зачем ее вообще снимать? Хорошо, как насчет того, что мы просто попробовали снять цепочку с коробки, вот так. Ты можешь снять эту сторону. Потрясающе. Додумались. Хорошо, мы это сняли. Молодцы хоть додумались. Мы его сняли. Хорошо, давай просто вскроем эту штуку ручкой. Ты понял это. О, братан, у этой коробки есть определенный запах. Чувак, мне это не нравится. Вы тоже чувствуете? Хорошо, подожди. Я думаю, мы сейчас увидим паука. Здесь есть еще одна коробка, братан. Что? Хорошо, значит, это другая коробка здесь. Там написано. Обратите внимание на второй уровень биологической опасности. Что? Это 11, чувак. Чувак, это римские цифры. Роман. Что? Давай просто уберем отсюда эту коробку. Я думаю, что пауки в этой штуке здесь. О, чувак, я слышу царапания. Давай положим это на место. Подожди. Здесь что-то вроде пиратского символа. Что? О чем ты говоришь? Не обращай внимания. Хорошо, давай просто. Давай откроем эту штуку, хорошо. Хорошо. Братан, это паутина. О, хорошо, братан, это там, внизу. Да, это паутина, внизу. Я не испугался ни на йоту больше, чем эта штука, о которой я думал. Ты не хочешь, типа, убрать паутину. Я такой. Посмотри на эту штуку повнимательнее. О, что она делает внизу. Хорошо, ты хочешь просто закрыть крышку этой штуки и положить ее в бак, который у нас есть в гараже. Чувак, убери от меня эту штуку, братан. Хорошо, давай просто поставим эту штуку в гараж. Ужас. Давай. Ужас. Это просто ужас. Хорошо, давай посадим этого паука вот в этот резервуар. О, чувак, держи это подальше от меня. Хорошо, итак, у нас есть эта штука здесь сверху. А что если я буду делать, интересно? Да? О, братан, я не хочу выходить. Мы можем положить что-нибудь сверху. Да, хорошо, что у тебя здесь. У тебя есть немного. Несколько кирпичей или камней или что-то в этом роде. Да, давай просто приклеим кое-что сверху. Хорошо, итак, мы нашли эти камни снаружи. О, это счастливый случай. Я имею в виду, что это невозможно. Посмотри на эти камни, братан. Я едва могу его поднять. Хорошо, итак, мы включили эту камеру. Давай ты посмотришь, как эта штука ведет себя той ночью, когда мы посмотрим отснятый материал утром. Братан, эта штука действительно пугает меня. Оно смотрит на тебя. Это не безмятежно, но любопытно. Хорошо, теперь мы можем зайти внутрь. Здесь холодно. Хорошо. Ужас, я терпел... У меня сейчас... Мы пошли спать, и камера начала записывать. Ёлки-палки. Он ходит. Ой, я терпеть не могу. Это... Я их так боюсь, если честно, ребят. Вы боитесь пауков? Они очень и вообще неприятные. Что он сейчас будет делать? Посмотрите, он паутину... Тянет за собой. Что он сейчас будет делать? Я не понимаю, он ходит, что-то бродит. Стучит. После двух часов ползания и плетения паутины казалось, что паук пришел в какое-то возбуждение. То есть, он стал активным ночью. Мы были в шоке от увиденного. Что сейчас произошло? Что произошло? Я так понимаю, он начал вырываться. А зачем? А что они потом с ним будут делать? Ё-моё! Он просто колбасит! Вы посмотрите! Ё-моё! Ёшкин дрюк. Ничего себе! Он выпрыгивает! Вот это спайдермен! Вот откуда пошел человек-паук. Ёлки-палки! Он ползает по... А-а-а! Фу! Ха-ха-ха! Огромный паук и ползет вниз! Ой, а у вас нету тут пауков рядом с вами? Жесть! В камеру не полезет? Нет? Ну как, он же не видит? Ё-моё! Посмотрите, он уходит! А где они спать пошли? Они же... Ай, он сейчас к ним придет, посмотрите, к ним в комнату. Ё-моё! Шо сейчас будет? Шо сейчас будет? Будет-то что? Почти 4 часа утра. Хорошо, ребята, сейчас почти 4 утра. Я только что услышал очень сильный грохот, доносящийся снизу. Так что я пойду проверю это. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, сейчас ты наткнешься? Привет. Ну-ка. Здесь кто-то есть. Я пойду проверю этого паука. Мужик, ты разговариваешь с пауком? А паук-то тебя не понимает? Хорошо. А-а-а! Давай продолжим здесь. Ё-моё! Я-то думал, что это было... Ё-моё! Ё-о? Что? Хорошо, ребята. Значит, мне около 90, конечно. Прямо сейчас, когда этот паук выбрался наружу, я должен пойти и рассказать Честеру. Хотя я действительно не пытаюсь его встревожить. Честер. Честер в 90% случаев укекается. Ухерит. Там паучара, наверное, будет. Честер. А-а-а! Чувак. Ё-о, иди вымой рот. Вставай. Вставай. Иди вымой рот. Я этого не выпускал. Клянусь богом, братан, это вырвалось. Я этого не выпускал. Вымой рот, чувак, что это за штука? О, хорошо, ребята. Значит, это следующая ночь. Прямо сейчас мы пытаемся понять, как именно эта штука вообще вырвалась из этого резервуара. Так что давай посмотрим на отснятый материал, который у нас здесь есть. Братан. Извивался как сумасшедший. Да, наверное, ему там не нравилось. Мы должны дать нам немного воды или что-то в этом роде. Может быть, это была жажда. Но нам повезло, что эта штука нуждается в ребенке. Эй, чувак, посмотри на это. Что он пытается сделать, братан? Только что прорвался. Да, я знаю, чувак. Мы знаем, что прорвались. Я не могу поверить, что это подняло это. Чувак, мне неприятно это говорить, но я должен увидеть, что эта штука сделала в твоей комнате. О, чувак, я не знаю. Давай посмотрим. Чувак, что это делает так близко к нему? Умнота. Ой, извините. Я не знаю, братан. Это определенно что-то делает с твоим ртом. Ты обычно спишь с открытым ртом, чувак. Ты думаешь, что это откладывало в меня яйца. Чувак, я понятия не имею, что это... Яйца откладывала в рот! Я, походу, не усну сегодня. Надо спать с закрытым ртом. Я имею в виду. Я думаю, мы увидели достаточно. Верно. Не возражаешь, если я выключу этот компьютер, братан? Я чувствую, что могу чувствовать их в себе. В тебе чувствуется пятерка, чувак. Давай, братан. Чувак, я чувствую, как что-то ползает вокруг. Чувак, ты сейчас ведешь себя, как ипоходник. Я имею в виду, ты хочешь, чтобы я отвез тебя в кабинет врача и что-то в этом роде. Чувак, мне нужно сделать типа ультразвук или что-то в этом роде. Ультразвук. Ты думаешь, что беременен этим? Чувак, это не шутка, братан. Как только яйца попали в твой желудок, они, вероятно, растворились. И это если бы там были яйца. Мы этого не делаем. Тогда почему это было у моего рта? Я не знаю, братан. Это, наверное, использует тепло или что-то в этом роде. Наверное, чувствовал себя хорошо за свое. Положи свой хвост туда. Какой хвост? Короче, паук сел ему на лицо, потому что Паркер сказал, что там тепленько. Много думал об этом. Хорошо, давай пойдем. Хорошо, давай сократим это видео. Спасибо вам, ребята, за просмотр этого эпизода. Реально, это на самом деле оказалось ужасным для нас, и я не уверен, что мы снова будем покупать домашних животных в теплой сети. Я посмотрел на живот Честера, и не похоже, что он беременен пауками. Беременен пауками, додуматься же до такого. Мы не уверены, что этот паук делал во рту Честера, но он хочет пойти к врачу, так что вот куда мы направляемся дальше. Потрясающе, ребята. Девочка спит. Это, видимо, видео из другого видео. Да-да-да-да-да, вы гляньте. Опачки, вот это паучер. Нет, это не паучер, это какой-то сосед. Это сосед. Или старик. Упасит дверь, елки-балки. Орет, орет. Не, ну паук был страшный, согласитесь. Надеюсь, вам, ребята, понравились эти кадры. Это жесть, это просто ужин. На этом не все. Сейчас, ребят, мы посмотрим короткометражный фильм от Крипт ТВ. The Door in the Woods. Эти сельские культовые семьи находят в лесу дверь, которая тщательно охранялась в течение многих лет. Как ее открыть и что заперто внутри, сейчас узнаем. Весь изображаемый контент является исключительно вымышленным и используется в развлекательных целях и не подлежит никакому порицанию, то есть осуждению. Скотина, скотина. Какая скотина? Это The Brute. То есть... То есть... Английское переводится как зверь. А Алиса переводит это как скот. Эй, нары, и бей живот. Зверь открылась. Я так понял, вот это вот... То, что этот пацан говорит, это какое-то заклинание. Вы собираетесь открыть его? Ну давай, братан. Ты дикий. Я даже не успел испугаться. Но... У меня такое ощущение, что он просто ее кинул. Хороший папочка. Не правда ли? Мне кажется, он ее кинул. Типа, он сейчас на нее обратит внимание, а сам он в это время убежит. Почему нельзя вместе было убежать? Я не понимаю. Ааааа. Этого монстра заперли здесь, чтобы он не выбрался. А эти ребята взяли и открыли дверь. Зашибумба. Кайф. И что делать нам? Я же говорил вам быть на чеку, Кэрри. Да. Что вы делаете, папа? Это не то, что вы понимаете, Кэрри. Но у нас в колонии есть работа, которую нужно выполнять. Что вы делаете, папа? Мы единственные, кто может защитить мир от двери. Да. Вы предали свой народ. Но вы все еще могли все исправить. Папа, папа, нет. Мне очень жаль, Кэрри. Это должно быть сделано, Кэрри. Папа, нет. Подожди. Ааа, чтобы монстра обратно туда завли... Потрясающая девочка, ребята. Это, 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 это просто... Это потрясающе. Лайк, если вам понравилось, если вы испугались. Ребята, подписывайтесь на канал. Жмите как можно сильнее по колокольчику, чтобы ничего больше не пропускать, не забыть. Если вам плейлисты с этими страшными видосами, если не боитесь. Рассказывайте друзьям. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы. Это специально для вас. А это еще одно страшное видео, которое я для вас выберу. Тыкайте, ребята, если не боитесь. А с вами был, как всегда, я, Райан. Здоровья, ребята. Счастья, успехов. Всего самого вам наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы и будьте, конечно, здоровы. И увидимся уже в новых видео. Пока.